О письменах на камне вблизи Никиты. В небольшой греческой деревушке Массандра. Что лежало неподалеку от Никиты. Некогда жили семь братьев с единственной сестрой Марией. А они рано осиротели. Сами вели свое хозяйство. Жили очень дружно и во всем подчинялись старшему брату Константину. Все юноши. Как на подбор. Были рослыми. Статными парнями. Они боготворили свою сестру. Которая в 16 лет превратилась в замечательную красавицу. У Марией были пышные золотистые волосы. Заплетенные в две толстые косы. Когда она смеялась. Открывались ровные. Красивые. Словно жемчужные. Зубы. Гибкой и стройной была фигура девушки. Не только братья любили девушку. Она была любима всеми жителями за веселый и общительный нрав. Немало юношей тайно вздыхали о Марии. Однако она никому не оказывала предпочтенья. Была беззаботна и чистым звонким голоском пела свои песенки. Хлопоча по хозяйству или поджидая братьев с поля. Но вскоре счастливая и спокойная жизнь Марии и ее братьев была нарушена. Однажды под вечер Мария пошла к источнику набрать воды. Наполнив кувшин холодной влагой. А она направилась по тропинке к дому и вдруг услышала позади себя конский топот. Оглянувшись, девушка увидела всадника, важного и богато одетого турка, который попросил у нее напиться. Подав ему кувшин, Мария стояла, потупив взор, чувствуя на себе тяжелый взгляд всадника. Отчего сердце ее жалось тревожным предчувствием. Узнав, кто она, турок направился вслед за ней к дому, где был принят братьями с подобающим радушием и гостеприимством. Каково же было удивление Константина, когда на другой день его гость, оказавшийся турецким Пашой, заявил, что имеет намерение отправить Марию в Стамбул. — Для какой надобности? — спросил Константин. Пашин обменно ответил. — Султан оказывает вам честь, желая принять сестру вашу в свой гарем. Вы все будете достаточно награждены нашим повелителем. Придя в негодование, юноша вскипел, выхватил кинжал, вонзил его турку в грудь и выбежал во двор. Там он рассказал остальным братьям и односельчанам о своей расправе с Пашой. Посоветовавшись, что делать дальше? Все решили. Братья и Мария должны укрыться в горах. В случае необходимости молодежь придет им на помощь. В тот же день семья перешла к подножию скалы. В глухое место. Куда? Казалось. И птица не залетала. Чтобы еще лучше укрепить это место. Братья с помощью односельчан выкопали глубокий ров и обложили свое убежище толстой каменной стеной. Несколько дней спустя турки узнали об убийстве в Массандре Паше, посланного в Крым для пополнения султанского гарема молодыми красавицами. А они направили в селение отряд янычар. Чтобы схватить виновных и доставить их в Кафу. Узнали об этом жители Массандры и поспешили уйти в леса. А молодежь. Способная носить оружие. Присоединилась к семи братьям. Несколько татар. Хорошо знакомых с местностью. Указали туркам. Где укрывались братья. Вскоре янычары подошли к укреплению. На предложение начальника отряда сдаться и выдать Марию братья и их товарищи ответили градом камней и стрел. Янычары. Вооруженные ружьями. Отвечали выстрелами. Но пули пока не причиняли вреда осажденным. Укрытым стеной. Константин видел. Что силы не равны. Но братья решили защищать сестру и свою жизнь до последнего вздоха. Молодежь поклялась биться вместе с ними. Турки готовились к приступу. Обнажив сабли. Греки ждали врагов. Константин подозвал Марию и сказал ей. Чтобы она укрылась в надежном месте. Плача. Обнимала девушка своих любимых братьев и просила позволить ей остаться. Чтобы разделить общую участь. В это время янычары с дикими криками кинулись на приступ и пытались взобраться на стену. Братья с друзьями уже были в опасных местах. Беспощадно рубили. Кололи и сбрасывали врагов в ров. Но вот уже один из братьев. Взмахнув руками. Замертво свалился на камни. Вот над другим занес свою кривую саблю громадного роста янычар. Но подоспевший на выручку самый младший брат кинулся на турка и вонзил ему кинжал в грудь по самую рукоятку. Оба покатились в ров. Встретив такое беспримерное сопротивление. Турки отступили. Притащили небольшую пушку и стали стрелять по укреплению. Тогда осажденные пошли на вылазку. Бились они до тех пор. Пока не погибли все. Слезами обливалась Мария. Видя смерть своих милых братьев и их друзей. А когда последним пал Константин. Из груди ее вырвался яростный крик. Мария взбежала на вершину скалы и стала проклинать турок. Враги были поражены появлением девушки такой необыкновенной красоты. Начальник янычар приказал схватить ее. Но прежде чем вражья рука коснулась ее одежды. Мария лежала мертвой у подножия скалы. Прошли годы. И жители деревушки тайком описали подвиг семи братьев и их сестры на скале. Там, где все это случилось. А чтобы враги, татары и турки, не узнали. Что рассказано в надписи. Они применили свои древнейшие знаки письма. Много ученых пыталось разгадать письмена на камне. Но безуспешно. А спросили бы народ, и народ все раскрыл бы. Поселок Массандра и село Никита расположены в нескольких километрах к востоку от Ялты. Эти селения являются одними из древних на южном берегу Крыма. В настоящее время поселок Массандра известен заводами винкомбината Массандра, славящимися производством марочных вин. Село Никита дало имя известному в стране Никитскому ботаническому саду. Скалы верхней Никиты составляют очень живописную группу, используемую иногда для тренировки спортсменов-скалолазов. Легенда о письменном камне донесла до наших дней историю, которая в действительности могла произойти в этих местах. Жители южного берега не раз становились жертвами произвола турецких захватчиков, которые силой увозили в Стамбул красивых девушек и женщин. А камни с надписью «Громата» или «Езлы таж» возле Никиты упоминает известный Крымовед Академик П. Кёпин в своем сочинении о древностях южного берега Крыма и гор Таврических. Издательство 1837 год. Данный вариант легенды был записан от С.Ф. Борисова из Ялты. Паша – турецкий сановник. Янычары – турецкие солдаты из уведенных турками в неволю христианских детей, воспитанных с детства в особых школах. Войска янычаров были упразднены в XIX веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова